Этой весной во время паводка воды будет немного, несмотря на то, что зима была снежной и осадков выпало больше обычного. Тем не менее, сейчас в регионе снега почти в два раза меньше, чем в начале апреля 2018-го. И почва промерзла не сильно, всего на 17 сантиметров. Для сравнения, в прошлом году было почти полметра. В соответствии с прогнозом, в зону возможного потопления до настоящего времени могут попасть 46 населенных пунктов в 13 муниципальных районах. Это 2144 жилых дома с населением около 6000 человек, около 2 километров муниципальных дорог и 9 низководных автомобильных мостов. Возможно достижение значительно опасной отметки на реках Большой Чересчан и Сызы. Для этого и собираемся, чтобы сверить и посмотреть, как дела постоят на самом деле. Это не потопление, это наше видение, наша готовность, к чему мы должны быть готовы. Все ответственные службы утверждают, что к такому варианту развитие событий готовы. Волжский район отчитался, там поля уже почти без снега. Потопа больше уже не ждут. В Красноармейском районе реки пока вскрылись частично, но общая обстановка опасений не вызывает. Чапаевка разлилась на 40 сантиметров при критической отметке в 5 метров. Ситуация в Ставропольском районе, где 1 апреля затопило 11 приусадебных участков, нормализовалась. Уровень воды снизился на 50 сантиметров, но угроза подтопления еще сохраняется. Ранее сообщалось, что на время паводка в регионе будут закрыты 5 низководных мостов через реки Иргиск, Королык, Сок, Раковка и Большой Иргис. Для обеспечения целостности перильные ограждения демонтируют. Подготовлены резервные схемы организации дорожного движения и временные указатели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова